Один из самых главных вопросов, озвученных на заседании комитета по социальным вопросам, модернизация городского аэропорта. В этом году была возможность увеличить пассажиропоток. Но потенциальные перевозчики, чартерная компания, которая готова доставлять югорчан в Турцию и страны Азии, от намерений отказалась. Аэропорт технически не может обслуживать дальнемагистральные пассажирские самолеты. Установка воздушного запуска, то есть это спецтехника, которая используется для запуска воздушного судна перед вылетом. Вот как бы мы и работаем, но для такого типа воздушного судна довольно-таки крупногабаритный самолет. В общем, нет гарантии никакой, что мы сможем в случае необходимости использовать этот спецтранспорт. Как выяснилось, проблем гораздо больше. Взлетно-посадочную полосу не реконструировали больше 20 лет. Международный терминал Е-2 справляется с действующим потоком пассажиров. Учитывая, что Нижневартовск становится центром агломерации, решать этот вопрос необходимо уже сегодня. Депутаты города решили обратиться к правительству и Думе региона. Я предлагаю проработать этот вопрос до следующего заседания Думы, на следующем заседании комитета. Еще раз его заслушать, уже с конкретными цифрами, с конкретными, может быть, этапами решения. Потому что никто вам сразу миллиард на реконструкцию полосы не даст. Но какие-то определенные суммы, к примеру, которые мы говорим о погрузчике, о том необходимости для завода двигателя, о увеличении тамбура для прохождения, то это, наверное, цифры более-менее меняемые. Еще одна жизненно важная для Нижневартовска проблема – дефицит педагогических кадров. В городе строят школу на 1800 мест. Согласно планам, свои двери она откроет в будущем году. Вопрос нехватки учителей можно решить и приглашением специалистов из других регионов, и выделением так называемых подъемных. Для этого необходимо предоставлять ведомственное жилье или финансировать аренду квартир из муниципального бюджета. Вопрос заключается в том, есть ли такая возможность предоставить соответствующие льготы педагогическим работникам и на каком уровне. Есть разный опыт различных муниципалитетов. Где-то это решение принимается на уровне учреждений, которые приглашают специалистов. Где-то такое решение принимают органы местного самоуправления. Вам дадим поручение поработать этот вопрос, какие-то предложения, а потом еще обсудим. Мы понимаем, что это сейчас быстро не решится, но, по крайней мере, поработать в этом направлении мы считаем, что нужно. Кроме этого, депутаты совместно с представителями администрации обсудили вопросы поддержки и развития массового спорта и спорта высоких достижений. Будущим летом в городе намерены провести серьезный ремонт плоскостных сооружений, кортов и тренировочных комплексов в микрорайонах. Кирилл Волконский и Нурфан Абиев. Вести Югория. Нижневартовск.